С ноября прошлого года брат Юлии Ивановой участвует в специальной военной операции. Она признается, переживает за него и очень гордится. Старается привить и своим детям чувство патриотизма. Ходит с ними в музеи, ездит в города-герои. И, конечно, помогает фронту. Поэтому сейчас она здесь, на ярмарке. Продает варенье, выпечку и цветы из бумаги. Все сделано собственноручно. Там ребята, которые поставляли свои семьи, своих родственников и поехали защищать нашу родину. Не спрятались, не убежали, как некоторые. Поэтому мы чем можем, тем и помогаем. Такая ярмарка проходит впервые. Ее участниками стали жители Трехгорки, ученики школы «Флагман» и их родителей. Ассортимент товаров большой – варенье, овощи, игрушки. Кто-то выставил на продажу дары Ставропольского края. Цель одна на всех – помочь тем, кто сейчас на фронте. Сейчас мы проводим нашу акцию, нашу благотворительную ярмарку для того, чтобы собрать на два авто. Мы понимаем, что цели поставлены большие, но и смысл всего этого тоже велик. Помочь приобрести две машины для саперов и раненых хочет Илья Мергородский. Еще в детстве он увлекался военными фильмами, изучал историю страны. А теперь учится в кадетском классе. Признается, мечтает стать следователем. Узнал два года назад, что открыли кадетский класс следственного комитета. И захотел пойти, чтобы служить Родине. Мы будем верой и правдой служить России. Собирали не только деньги, но и продовольственный обоз. Продукты, теплые вещи, лекарства будут в ближайшее время переданы в зону специальной военной операции. Василиса Ивашкина, Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...